Проблема подпаливания сухой растительности возникает практически что год. В 2016-м, например, на Гомичне было зарегистровано больше 800 сгораний на 320 гектарах. До речи, за каждый гектар пошкодженной территории виноваты повинен заплатить штраф по мере 200 базовых величин. Зараз это амаль 5 тысяч рублей. Великие по мере штрафов обумовлены тем, что виноваты у выпаливания растительности повинен компенсовать всю шкоду, нанесенную на вакольном осяродиуме. О прочатах до администрационной отказности можно протягнуть навод за разведение вогнищу на землях огольного корыстания. Нельзя сказать, что это распосерденная заява, все-таки профилактическая работа проносит установчие выники, але и выключением она так само не заявляется. Миновиты такие факты экологи отзначают у поселку Чонки Гоминского района. Правда, о выгоде выключения накладывать штраф на этот раз не стали. Пенсионеры, які спаливаю непотребную господарство дровлянной речи до захования правил безпеки, отнесся за усюю отказностью. А потом еще и пролил водой, ведер 5 вылил, и поставил ведро воды, чтобы стояло рядом. Вот такие меры предосторожности и безопасности пожарной. По великим рахункам подбегнуть штрафу можно только у одной выпадки. Коли спаливать непотребное смете на ужасном приседебном участку. Хоть и тут есть правила, які необходно виконувати. Если же без зажигания не обойтись, то выбирайте площадку для зажигания мусора правильно, соблюдая при этом расстояние от зданий и сооружений 10 метров, от лесного массива 20 метров. Зажигание необходимо производить только в безветренную погоду под полным контролем за пламенем. Сколькость у сгорания у сухой растенности залежит у тымлюку от надворья. Коли у засушливой 2016-й было зарегистровано больше 800 подпалов, то летость кали 170. Статистика за этот год по кольтуке сбирается, але у любым выпадку шкода на вакольном асеродзе уже нанесена. Гибель насекомых яшерокептушек, выкидаю по ветра в углекислого газа, радиактивных речевых и токсичных злучэнёв, які утваряются у вынеку горения удобрэнёв и ядах кимикатов. В 95% случаев, как показывает статистика, возгорание в экосистемах происходит по вине человека. Как правило, это может быть по неосторожности, может быть умышленно, специально, по безглаберности, брошено окурок, оставлен непогашенный костёр, но в итоге мы имеем такие проблемы экологического характера.